здравствуйте мои друзья сегодня мы с вами приготовим очень вкусный пирог называется он 5 стаканов еще его называют манник только будет у нас этот манник с вишневой начинкой готовится он очень просто и быстро нам не нужны не весы не миксер все мы измеряем стаканами стакан у меня объемом 300 миллилитров в миску высыпаем стакан манки и выливаем стакан кефира все нам нужно размешать до однородности оставить в сторону чтобы манка набухла пока набухает манка мы готовим такую смесь 3 яйца стакан сахара щепотка соли пакетик 10 грамм ванильного сахара все как следует размешиваем до однородности и вливаем 150 миллилитров это полстакана растительного масла без запаха добавляем пакетик разрыхлителя 10 грамм и все размешиваем вот такая масса у нас получается посмотрите как набухла манка она стала густой этой смесь и мы вливаем яичную смесь в манку все размешиваем до однородности вот такая масса у нас получается после чего всыпаем стакан муки и все размешиваем вы видите миксер нам здесь не нужен все мы делаем венчиком или ложкой форма у меня 32 на 26 сантиметров не разъемная и дно и бока формы я выложила пекарской бумагой и выливаем на дно формы половину теста разравниваем ровным слоем лопаточкой тесто и отправляем в заранее разогретую на 180 градусов духовку режим верх-низ на 10 минут вот эту половину нашего теста нам это нужно сделать для того чтобы наша начинка наша вишня замороженная 350 грамм не утонула и не упала на дно ровным слоем в один слой нам нужно выложить вишню и выложить на вишню оставшуюся половину теста нужно это сделать как можно более равномерно потому что это верх нашего пирога он должен быть красивым пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео там будет не только все стаканах обозначено но и в граммах и отправляем назад в духовку тот же режим верх-низ 180 градусов печем пирог до зарумянивания моей духовке это было 45 минут проверяем наш пирог на сухую зубочистку посмотрите все у нас готовы и на горячий пирог выливаем стакан молока поэтому понимаете для чего нужна форма не разъемная чтобы молоко не вытекло даем полностью остыть пирогу убираем форму убираем пекарскую бумагу молоко у нас впиталось пирог получается очень мягким очень таким податливым под ножом как по сливочному маслу нож идет такой он мягкий ну что посмотрим что же у нас там получилось а получилось смотрите какая красота вишня ровно по центру она у нас никуда не упала и низ и вверх замечательно пропеклись румяный он мягчайший он нежнейший ну что пробуем как же это вкусно это такое нежнятство и вкуснятина я думаю ни одна женщина на 8 марта не откажется от кусочка такой вкусноты